Формируем органы самоуправления. Школьники из Лисичанска знакомятся с Татарстаном. Пятый российский конгресс для людей с инвалидностью. Проблема увеличения потребления энергии в мире. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газидянова. В культурно-спортивном комплексе Уникс прошла Всероссийская конференция по теме угрозы, вызовы и риски для молодежи в контексте формирования единой гражданской российской нации на базе платформы Яндекс.Телемост. Организаторами выступили Департамент по молодежной политике совместно с кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Встреча направлена на решение важной проблемы – влияние особенностей и противоречий во взаимоотношениях России и государств постсоветского пространства на развитие гражданской российской нации. В обсуждении приняли участие руководители, научно-педагогические работники, обучающиеся образовательных учреждений, представители органов власти, антитеррористических комиссий, правоохранительных структур, общественных организаций, а также исследователи и практики. 3 ноября в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета стартовал 5-й российский конгресс для людей с инвалидностью старше 18 лет на тему принятия. На конгрессе показывают на практике ценность и уникальность каждого человека, помогает увидеть ценность человека как личности. Подробнее смотрите далее. Инвалидность не приговор. Миллионы людей в современном мире доказали, что мы сами строим свою жизнь. Десятки отважных и жизнерадостных людей приехали в Казань, а именно в Казанский федеральный университет, для участия в 5-м российском конгрессе для людей с инвалидностью, который ставит перед собой множество целей. Одна из них – открыть для людей с особенностями здоровья возможность полноценного участия в жизни общества. Мероприятие проводится ежегодно. Первый всемирный конгресс прошел в Екатеринбурге в 2017 году, на котором президент России Владимир Путин поблагодарил главного инициатора Томаса Крауса за его огромный вклад в развитие инклюзии в России. Конгресс этого года, пятый по счету, не просто так носит название «принятие». Я очень рад, что в этот раз мы проводим в Казани форум в пятый раз. У каждого конгресса есть своя тема. В этот раз это принятие. Почему же именно принятие? Каждый человек хочет быть принятым всеми, кем-то в обществе, и особенно это касается людей с инвалидностью. Общество тяжело принимает их, а мы хотим это изменить. Программа первого дня выдалась насыщенной. На конгресс было заявлено более 70 человек из разных регионов России. Были представлены музыкальные и театральные выступления, преимущественно на философские темы. Это мероприятие предполагает участие людей с инвалидностью в образовательных и творческих площадках, на которых учатся взаимодействовать друг с другом. Концепция очень правильная. Изменение отношения общества к людям с особенностями, как следствие повышения их качества жизни. Пятый российский конгресс людей с инвалидностью – важное общественное мероприятие. На нем учат принимать себя таким, какой это есть. Работа в Казанском университете с людьми, которые имеют какие-то особые возможности здоровья, всегда ведется очень активно. И в первую очередь она ведется активно в области оказания им реабилитационной помощи. Дело в том, что у нас в Казанском федеральном университете есть клиника, есть научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины, где есть разные отделения, в рамках которых людям оказывается помощь. Так, например, есть отделение двигательной нейрореабилитации, есть отделение видеоэгэмониторинга, и вот отделение наше – это центр патологии и речи. Для студентов с особыми потребностями в КФУ создается доступная среда. В ВУЗе предусмотрены все необходимые специальные условия для проведения вступительных испытаний, посещение учебных занятий, процедуры государственной итоговой аттестации и международных экзаменов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Кроме того, в Институте филологии и межкультурной коммуникации, пожалуй, в одном из немногих готовят специалистов по направлению русский жестовый язык, теория и практика перевода. Запрос на сурдопереводчиков в обществе очень высок, потому изучению жестовых языков надо посвящать больше времени. Студенты получают уникальные знания и навыки, которые позволят им работать в организациях здравоохранения, социальной сферы, инклюзивного трудоустройства и HR-службах, отвечающих за взаимодействие на предприятии. Во-первых, мы сейчас запустили и реализуем программу бакалавриата по русскому жестовому языку. Наверное, для народа более привычное слово сурдопереводчик, но, вообще-то говоря, правильно ее называть программой по подготовке переводчиков с русского жестового языка. И эта программа у нас уже идет второй год. Надо сказать, что она очень хорошо работает и что наши студенты второго курса уже принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проводит Татарстанское отделение Всероссийского общества глухих. Мы находимся в тесном взаимодействии с Всероссийским обществом глухих и с Татарстанским отделением. И у нас работают преподаватели, носители языка, то есть практику у наших студентов ведут носители языка. Это так же, как, например, практику по английскому языку ведут носители английского языка. Соответственно, носители русского жестового обучают наших студентов. Это социокультурное событие, в центре которого люди, их потребности и роль в обществе. На начало 2023 года в России было учтено почти 11 миллионов человек с инвалидностью, что составляет 7,5% от общей численности населения страны. Из-за многих социальных и физических сдерживаний проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья порой кажутся малозаметными. Однако участники Конгресса из года в год доказывают обратное. Они намечают цели, ставят задачи, выполняют. А главное, живут полной жизнью, ведь для этого не нужно особых причин. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов. Универ Новости. 3 ноября прошел крупный брифинг, который позволил нынешним и будущим участникам Движения Первых узнать всю информацию о готовившемся формировании Совета Первых. Подробнее в сюжете. Совет Первых – детский орган самоуправления, который помогает ученикам школы техникумов создать условия для сплоченности и развития коммуникаций среди подростков. В главном офисе ТАТ-Медиа прошел брифинг, где спикеры рассказали, как будет проходить этап выборов и про принципы работы Движения Первых. Помимо прочего, на мероприятие прошла пресс-конференция, где участники и желающие стать частью Первых задали все волнующие их вопросы. Основные цели Совета Первых – запуск отделений внутриобразовательных учреждений, организации мероприятий, нацеленных на общее развитие управленческих и коммуникативных навыков, а также проведение конкурсов и фестивалей. Надо понимать, что председатель Совета Первых Республики Татарстан, он войдет в состав Совета Первых федеральный, и если так будет суждено, тот, кто будет возглавлять Федеральный Совет Первых, он войдет в наблюдательный совет Движения Первых, который возглавляет Владимир Владимирович Путин. Ключевыми спикерами стали Тимур Сулейманов, помощник Раисы Республики Татарстан и руководитель регионального отделения Движения Первых в Татарстане, а также Андрей Кондратьев, председатель Центрального избирательного комитета Республики Татарстан. В своих выступлениях они рассказали про важность сплоченности подростков в России и работу Совета Первых, ведь именно школа воспитывает в молодом поколении дух патриотизма и управленческие способности, а также направляет мышление в сторону проявления активности в государственных делах. И вот мы очень часто думали в избирательной комиссии, а как нам дойти до молодых ребят, как им рассказать о важности этого выбора, о том, что они должны прийти на участки, потому что они голосуют не только за президента, они голосуют за свое будущее, за будущее своих детей. И здесь вот в этом плане можно, конечно, у нас было много различных вариантов, лекции, классные часы в школах. И я вам скажу, что лучшего проекта, чем тот, который предложил Тимур Жавдач, с Советом Движения Первых, я на сегодняшний день назвать не могу. В рамках мероприятия поделились опытом подростки, которые уже состоят в Совете Первых и активно принимали участие в его создании и проходящих выборах на местах в образовательных учреждениях. Председатели школы техникумов рассказали о важнейших моментах в управлении и об ответственности перед людьми, которые их выбрали. Ведь Совет Первых про улучшение, созидание и большой груз ручательства за благоустройство обстановки в школе или техникуме. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. В настоящее время мир находится на этапе энергетического перехода, упор в котором делается на увеличение потребления энергии. На первый план выходит природный газ, поэтому поиск методов, обеспечивающих его получение, актуален как никогда. Казанский федеральный университет совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан в восьмой раз проводит чемпионат по решению геологических кейсов среди обучающихся общеобразовательных организаций на тему газ, энергия будущего. На протяжении восьми лет темы чемпионата варьировались от планетарных, добычи полезных ископаемых на Луне, инверсии магнитного поля Земли, до актуальных на сегодняшний день. Проблемы водных ресурсов, трудноизвлекаемость запасов углерода. В этом году тематикой стала разработка месторождения сланцевого газа. На чемпионат съехались школьники из разных регионов и субъектов Российской Федерации Оренбургской, Московской, Челябинской областей, а также из Республики Казахстан и Республики Беларусь. У нас такой состав участников сейчас собирается, потому что это интересный формат мероприятия для ребят. Во-первых, это командное соревнование на интересную тематику. Сам по себе кейс представляет проблему, которая не имеет однозначного конечного решения. Всего за неделю до старта школьникам назвали тему кейса, чтобы они, используя теоретические знания и опыт участия в других олимпиадах и исследовательских проектах, смогли придумать методы разработки сланцевого газа и подготовить презентацию для выступления. Порядок команд определялся жеребьевкой. Каждой группе на доклад отводилось не более семи минут. Также важным условием было наличие названия команды и отличительного знака, выделяющего ее среди остальных. Участвуем второй год в геокейсе. Это очень интересная задача для школьников, потому что у метода, который дают судьи, еще нет именно какого-то варианта разработанного. Поэтому мы разрабатываем по своим знаниям метод, который кажется, что он будет для нас более перспективным и интересным. Мы готовились несколько дней. Довольно большой командой. Половина из нас не приехала, но это не значит, что они не участвовали в проекте. Мы собирали информацию, много читали, книги, статьи, в целом узнали очень много нового. Решение учебных кейсов оценивало жюри из числа профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета и представителей производственных геологических организаций. Оценка складывалась путем суммирования подсчетов всех экспертов по каждому критерию, в которых учитывались оригинальность решения, наглядность научной идеи, умение вести полемику и другие. Не обладая еще большим объемом профессиональных знаний, они не обладают, соответственно, стереотипами. Поэтому они могут произвести такое решение, которое, скажем, специалист не может сформировать в силу того, что он мыслит уже под грузом своих знаний и знает, что некоторые вещи невозможны. Они оказываются возможны, и о них только надо предложить и сделать. Чемпионат по решению геологических кейсов – это не только площадка для научных открытий, но и место, объединяющее школьников со всей стороны и за ее пределами. Такие мероприятия важны для формирования у подростков навыков бережного отношения к природе, побуждения научно-познавательной активности и развития способностей школьников и их профессиональной ориентации. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универновости. В Елабушском институте Казанского федерального университета стартовала университетская смена для школьников из Лисичанска. Танцевальные флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования и многое другое. Как прошло открытие смены, узнаете в следующем сюжете. В Елабушском институте Казанского федерального университета стартовали университетские смены для школьников Лисичанска. Участниками профильной смены стали 30 старшеклассников Луганской народной республики. Накануне в город прибыли учащиеся 9-11 классов из 8 школ. И за 10 дней пребывания они смогут ближе познакомиться с культурой Татарстана и с самим вузом. Я приехал сюда для того, чтобы выбрать себе институт для поступления, потому что мне говорили, что Елабуга – это замечательное перспективное место для того, чтобы жить, работать и учиться. У меня был выбор поехать в Луганск, но я все-таки решил поехать к вам, потому что здесь более лучшие условия, здесь намного больше перспектив. Для Елабужского института Казанского федерального университета это не первый гость из нового субъекта Российской Федерации. Именно поэтому ребятам было особенно приятно, что их встретили земляки – студенты-первокурсники из Лисичанска, которые являются волонтерами вуза. Насыщенная программа стартовала со знакомства с Елабужским институтом Казанского федерального университета, его учебными аудиториями, лабораториями, а также музейным комплексом. Важной для участников профильной смены стала профориентационная встреча с начальником отдела по организации приема абитуриентов и работе с иностранными студентами Олесей Ошкиной. Она рассказала о преимуществах вуза со 125-летней историей и подчеркнула, что здесь создана особая образовательная экосистема, позволяющая студентам получить максимум практики. Первый день мы посвятили Елабужскому институту Казанского федерального университета, его истории, его музеям. Также ребята-студенты подготовили большую интересную программу ко Дню народного единства, куда мы также приглашаем наших ребят. А завтра уже ребята познакомятся с общевразовательной школой университетская. Ну и дальше по программе у нас будет день движения первых, день этнических сел нашего района. В вуз входит школа, колледж, центр дополнительного образования и лагерь «Буревестник». Все они служат хорошей площадкой для реализации обучения с практикоориентированным подходом. По словам сопровождающих, многие ребята уже выбрали направление для учебы, а сейчас хотели бы подробнее узнать о вузе, а также на каких предметах сделать акцент при подготовке к поступлению в Казанский федеральный университет. Елизавета Газизянова, Медиа-центр Елабужского института Казанского федерального университета, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok